Курортный сезон для Кубани как вторая олимпиада. В регионе ждут более 12 миллионов туристов, среди которых 500 тысяч это дети. А это значит, краю вновь предстоит сдать экзамен на безопасность. На совбезе губернатор обращается к силовикам и главам курортных территорий, просит мобилизовать все силы и уделить внимание санаторно-курортным комплексам, пляжам, там, где больше всего отдыхающих. Мы привыкли, это уже стала традицией, в общем-то, как нормой, 5-миллионный край, более 12-10 миллионов, до 15 миллионов приезжающих. Нигде нет такого наплыва, одновременно, за 2-3, максимум 4 месяца. Это не то, что огромная ответственность, никто, в общем-то, у нас даже нет аналогов, нет примеров организации отдыха, организации приема такого количества людей. Естественно, ангрузка огромная на транспорт, на вопросы безопасности. И здесь мы должны выстроить систему сдержек, профилактики. Только системная работа может противостоять всем этим вызовам, которые существуют сегодня в мире. Перегруженность автомагистрали летом – острая проблема для края. Поток автотранспорта, идущий через наш регион, увеличивается в среднем на 3 миллиона машин. А учитывая, что теперь и в соседний Крым устремились множество туристов, автомобилей станет еще больше, а значит и пробки длиннее. Во многом потоки транспорта сдерживает и ремонт дорог, которые в районах активизируются именно в курортный сезон. Александр Ткачев предлагает организовать круглосуточное патрулирование сотрудникам ГИБДД на особо загруженных участках трасс. Детские группы, которые едут в лагеря, должны обязательно сопровождать полиция. Важный вопрос и безопасность на воде. Катамараны, гидроциклы и катера летают чуть ли не над головами отдыхающих. Здесь тоже нужно наводить порядок. Больше внимания посвятим все-таки вопросам безопасности на водных объектах. Мы рассмотрели те учреждения, те организации, где возможен отдых на воде, санаторий Лоба в частности. Меры безопасности, которые там приняты, они также соответствуют тем требованиям, которые сегодня есть. Во время подготовки к Олимпиаде на Кубани была создана уникальная система по взаимодействию всех структур. Налажена работа антитеррористических комиссий. Важно теперь не расслабляться. Рядом Украина, где сегодня неспокойно. Народные волнения в Абхазии. Не исключено, что с притоком беженцев на территорию края могут проникнуть и провокаторы, и экстремисты. Именно поэтому и силовики сегодня работают в усиленном режиме. После Олимпийских игр в регион снова потянулись мигранты из других государств. На это в том числе и должны обратить внимание сотрудники УФМС и полиции. В апреле-май в краевые власти, весь прогрительный блок, сотрудники УФМС и, конечно, казачество проверили на предмет миграционной ситуации. Такие города, Канапа, Геленджик, выявили там ряд серьезных замечаний. Нам предстоит в ближайшее время прийти с такими же проверками, масштабными, другие территории нашего края. И прежде всего в ближайшее время заходим в Краснодар. Тем самым снизить преступность и мы должны навести порядок. Проверки в жилом секторе полиции и УФМС начнут в ближайшее время. Города, по опыту Сочи, поделят на квадраты. В рейды с правоохранителями отправятся в том числе и казачьи дружины, которые сегодня помогают патрулировать улицы курортных территорий. У нас будет тысячу казаков на постоянной основе заниматься охраной общественного порядка в курортных городах. Из них 140 казаков на транспортных узлах. Кроме того, 400 казаков в качестве добровольных народных дружин или добровольных казачьих дружин тоже будут оказывать помощь в охране общественного порядка. Кстати, совсем скоро казаки смогут самостоятельно нести службу на улицах, но под контролем полиции. Соответствующее решение уже принято на уровне МВД России. Это поможет закрыть кадровый дефицит в правоохранительных органах. Тем более, что к патрульно-постовой службе особые поручения. Александр Ткачёв настаивает, полиция не должна лениться обходить пешком пляжи и набережные, заглядывать в кафе. Только так можно снизить количество преступлений и обеспечить безопасность отдыхающих. В то же время и руководители курортных комплексов не должны забывать, что ответственность лежит и на их плечах. Сегодня много нареканий к санаториям, которые вообще никак не охраняются. Предприниматели, не заботясь о безопасности гостей, просто делают бизнес. За время подготовки к курортному сезону проработители обнаружили, что примерно 100 санаторно-курортных объектов не имеют тревожных кнопок. А некоторые до сих пор не оснащены системами видеонаблюдения. Это же должно быть нормой. И если нет элементарных вопросов, решенных по безопасности, значит мы вообще должны эти санаторные комплексы, отели отключать от жизни, от работы и так далее. Не давать права принимать им, зарабатывать, бизнесовать. Я считаю, что это наплевательское отношение. И оно недопустимо. Мы работаем с людьми, и люди приезжают к нам, доверяют своей жизни, свое здоровье. Поручаю персонально разобраться и остановить работу этих предприятий. Я считаю, что туризм, туристический бизнес – это ваш хлеб, коллеги. И почему должен уговаривать? И защита здоровья, жизни людей, я думаю, что должна быть на первом месте у всех. В вопросах безопасности маленьких отдыхающих тоже полная безалаберность. Руководители детских здравниц экономят на установке тревожных кнопок и видеокамер. До настоящего времени в собственнике не заключены договоры на охрану 19 объектов санкционно-курортного комплекса, расположенных на территории муниципальных образований города Сочи. И паспорта антитеррористической защищенности не согласованы на шести объектах города Анапы. Ранее выявленные нарушения не устранены. Были бреши в заборе, нет видеокамеры, кнопка тревожной сигнализации отсутствует. У нас что, глухонемые предприниматели, руководители, предприятия и так далее. Значит, я попрошу и прокуратуру, проверить вас, естественно, краевой суд, значит, проверить эти точки. Я попрошу Министерство курортов и СОВД предоставить эти комплексы санаторно-курортные, которые не выполняют задачи по поводу вопросов безопасности. И выйти в обращение в суд о закрытии, отборе лицензии, закрытии этих предприятий. И всё. Точка, понимаете? Но цель одна – навести порядок в этом бизнесе. Губернатор дал 10 дней на исправление ситуации в курортных учреждениях. Если санатории так и не обзаведутся тревожными кнопками и не решат вопросы с охраной, то в ближайшее время перестанут работать. Особые поручения сегодня получили главы районов. Александр Ткачёв призвал не жалеть денег на систему видеонаблюдения. Камеры зачастую помогают раскрыть преступления. Кстати, передовики в этом плане Краснодар и Сочи, где успешно работает программа «Безопасный город». Более того, в краевой столице уже создан специальный штаб, на который возложены функции по обеспечению безопасности. Его сотрудники проверяют в том числе отделение полиции, их оснащение, начиная от транспорта и заканчивая оборудованием кабинетов, наличием мобильной связи. Вопросы, которые были озвучены по увеличению камер видеонаблюдения, они также стоят на постоянном контроле. И сегодня у нас в общем по территории муниципального образования установлено более 300 камер видеонаблюдения. Курортный сезон на Кубани только стартовал. Успешно ли он пройдет в регионе, зависит от каждого, подчеркнул губернатор, обращаясь к членам совбеза. Но оценку в конечном счете поставят отдыхающие.